Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Сегодня в полночь состоялся очередной вот уже третий по счету матч группового турнира на юниорском чемпионате мира по хоккею с участием сборной России. Этот матч был изначально для наших ребят, не сказать чтобы проходным, но статистику надо было улучшать именно в нем. Как по голам, так и по трем набранным очкам в отдельно взятом матче. С этой задачей наша команда справилась с успехом, хотя сопротивление в первом периоде немцы все-таки оказали. Общий счет матча 6-1 в пользу россиян, в первом периоде удалось открыть счет стараниями нападающего Данила Юрова. Ну а дальше мы увидели в этом хоккейном матче бенефис одного актера, однако преуменьшать командную игру сборной России все-таки не будем. Зрители, пришедшие на хоккей в надежде увидеть в деле главную нашу звезду Матвея Мечкова, не обманулись в своих ожиданиях. 16-летний нападающий сотворил покер в матче с немцами. Особенно красивой выдалась его вторая заброшенная шайба в самом начале второго периода. Это был красивый лакросс-гол. Напомню, ранее такой же шедевр удался защитнику сборной Беларуси Дмитрию Кузьмину в матче со сборной Швейцарии, закончившемуся со счетом 7-1 в пользу беларусов. В активе Матвея мог бы быть и пентатрик, выражаясь футбольной терминологией, но одна его шайба впоследствии была переписана на Илью Квачко. Но четыре заброшенные шайбы в одном матче это невероятно круто для мирового первенства. Поздравляем Матвея с таким результатом. Сам он, кстати, после матча признался, что командные интересы ставит выше личных. «Моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль, задача других людей», — сказал российский форвард. Разумеется, после такой голевой феерии Мечков становится лучшим бомбардиром в нашей сборной по системе «Гол плюс пас». После трех проведенных матчей на его счету семь очков. Конечно, хотелось бы сохранить ворота на замке, однако сборной Германии все же удалось размочить счет в матче, единственную шайбу в составе немцев провел Коннор Корте. В матче, состоявшемся в другой группе, шведы одолели сборную Швейцарии со счетом 3-1. Другие матчи дня Беларусь-Латвия и США-Чехия будут проведены чуть позже. Мы же поздравляем сборную России со второй одержанной победой. Напомню, ранее мы выиграли у американцев 7-6 в овертайме, затем в серии буллитов уступили финнам 3-4. Последний матч группового турнира наши юниоры проведут в полночь 2 мая. Их оппонентами станут чешские хоккеисты. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением Ренат.